Приветствую вас, дорогие мои друзья! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет экспресс-гадание по просьбе моей подписчицы. Тема гадания. Чем дело закончится? Вы уже не раз наверняка сталкивались с ситуациями, когда хочется наперёд узнать результат, итог. Захочется узнать, как разрешится ситуация, какой ответ будет получен. Это может быть в разных абсолютно сферах нашей жизни. И в отношениях, и по работе, и в личной жизни, да и вообще даже касаясь здоровья, допустим. Начали вы процедуру лечения, и хочется узнать, как это дело всё пойдёт. Вот такие у нас будут ответы, вопросы по этой теме. Ну, чтобы вам получить ответ, нужно сосредоточиться и выбрать карту. Можно даже несколько выбрать карты, несколько вариантов, если у вас несколько вопросов. Итак, давайте. Ну, сделаем, наверное, четыре варианта. Да, да, четыре варианта. Первый вариант. Второй вариант. Третий вариант. И четвёртый вариант. Вот четыре карты, пожалуйста, выбирайте. Какая вам ближе к душе. И что вам подсказывает интуиция. Кто не успеет сделать выбор, сделайте паузу. Ну, а я начну, друзья мои. Я начну с первого варианта. Итак, что у нас тут? Ага, десятка пентаклей. Сейчас я ещё дал уже пару карт для более ясной картины. Что мы видим? Ну, во-первых, результат будет положительным. Так, кстати, здесь у нас выпала десятка пентаклей, восьмёрка чаш и двойка пентаклей. Результат будет положительным, особенно если это касается какого-то денежного вопроса. Или семейных дел. Дел семьи. Да, придётся, конечно, очень хорошо подсуетиться. Потратиться в деньгах. То есть это будет финансово затратно. Вот. Ну, смотря, конечно, в каких ситуациях. Не обязательно. Если это отношения. Ну, может быть, тоже и в отношении какие-то финансовые затраты, особенно, если вы хотите привлечь своего партнёра или предстать, как говорится, перед ним в более лучшем свете и состоятельности, так скажем. Не исключено, что вам придётся что-то поменять. В подходе к этому делу, к этой ситуации, чтобы разрешилось это дело в вашу пользу, придётся, может, поменять способы решения этой задачи или методы её решения. Может быть, даже куда-то съездить. Может быть, даже, знаете, заручиться поддержкой с двух сторон. Не обязательно, как говорится, ставки делать на что-то одно или на кого-то одного. То есть может даже одновременно использовать два способа. Ну, тут надо, конечно, быть очень практичным, скажем так. Очень практичным. Трезво смотреть на вещи. Трезво оценивать ситуацию. Трезво анализировать эту ситуацию. И если это будет касаться вложений, то есть необходимых каких-то затрат, то обязательно это нужно сделать. Обязательно нужно для решения этой проблемы заручиться помощью, как финансовой, так и душевной, помощью своей семьи, своих родственников, членов семьи. Даже, может быть, подруг, друзей. То есть вот именно вашего ближайшего окружения, кому вы доверяете и на кого можно, как говорится, опереться. Вот. Вот такой получился интересный у вас результат. Но дело закончится положительно. Это однозначно всё-таки. Десятка Пентакли, она нам чётко показывает. Не переживайте, действуйте, обязательно действуйте, и всё у вас получится. Вот такой получился первый результат. Первый вариант, точнее. Второй вариант, давайте посмотрим, что у нас по второму варианту. Ну, прекрасно. Тоже десяточка, но десятка час. Сейчас мы ещё две карты достанем. Ну, друзья мои, вы уже поняли, что здесь, как и в первом варианте, результат будет положительным. Более чем положительным. В этом вам, конечно, поможет какая-то информация. И вы будете очень плотно этой информацией заниматься. У вас будет идти какая-то переписка. Её обязательно нужно, эту переписку вести. Общение обязательно вести. И ваш вопрос именно разрешится... Вот тут почему-то идёт ощущение, что издалёка. Издалёка. То есть с помощью, может, людей издалёка эта помощь придёт. Или ваш вопрос касается дел, которые в другом городе, что ли, в другой стране может быть такое. Вот если касается отношений, да, отношений личных, отношений особенно, это связанных с виртуальными поисками своего партнёра, то тут мы чётко видим, что действительно будет переписка, будет общение и будет встреча. Ну, встреча, конечно, произойдёт, она не быстро. Придётся постараться, придётся выискивать способы, подстраиваться под графики. Может быть, партнёра или партнёрша, или ваш график работы, или ещё каких-то обстоятельств. Но, тем не менее, факт остаётся фактом. Разрешится всё благополучно. Абсолютно благополучно. И ещё, знаете, вот в этом вопросе вам нужно обязательно заручиться помощью какого-то человека. Может быть, это женщина, может быть, это мужчина. Вот. Обязательно. Это будет очень способствовать. Не замыкаться, не замыкаться в себе. Не рассчитывать только на свои силы. И обязательно, ну, скажем так, держать в узде свои эмоции. Хотя, конечно, это будет сложно, но, тем не менее, факт остаётся фактом. Вот такой получился ответ, друзья мои. Ну, результат положительный. Если вы с кем-то планировали встретиться, вы встретитесь. Если вы планировали получить поддержку от кого-то, финансовую поддержку или другую, связанную с работой, с бизнесом, вы её получите. Не сразу, да. В процессе, как говорится, определённых переговоров, переписок, но вы её получите. Если это касается каких-то спорных вопросов, может быть, юридических, там, я не знаю, то в данном случае тоже заручитесь поддержкой. Не ведите активную, активную переписку. Внимательно проверяйте документы, внимательно их оформляйте. И самое главное, будьте в курсе событий. Обязательно. То есть, используйте абсолютно всю информацию, имеющую информацию, которая вам может помочь в вашем деле. Вот если кто-то, допустим, интересуется здоровьем тем же, здесь как-то показывают. Ищите информацию. Ищите. Нужную вам информацию. То есть, проверяйте все вот за врачами, проверяйте, что они вам говорят, что они вам выписывают. Консультируйтесь с другими специалистами. Может быть, даже и не с одним врачом. Но результат, тем не менее, вас порадует. Вот такой у нас получился ответ. Пойдём дальше. Третий вариант, кто выбрал. Так, рыцарь. Ага, рыцарь жезлов. Ну, тут не всё просто, скажем так. Ну, мы сейчас положим ещё две карты и посмотрим, что у нас тут получилось. Не быстро, не быстро, дорогие мои. Дело будет продвигаться не быстро, но будет. Можно сказать, что, знаете, будет ощущение, что, а стоит ли это делать? А стоит ли надеяться? Вот. Надежды будет маловато, с одной стороны. Ну, карты говорят, что будет шанс. Какой-то шанс, какая-то удача, да, которая вам и поможет сдвинуть это с мёртвой точки, скажем так, и получить более нужные вам результаты. Ну, возможно, даже не в тот срок, в который вы рассчитываете. Ну, как бы, тут процесс идёт замедление. Да, процесс замедления. Может даже какая-то быть остановка. Вот. Ну, опять же, видите, конечно, вам будет хотеться и мечтаться, чтобы побыстрее всё это было сделать. Может, вы себе будете уже в голове рисовать, как говорится, иногда радужные эти самые, что вот именно так будет и так будет. Ну, тут, знаете, тоже сильно поддаваться эмоциям не надо. Тут больше речь идёт именно о ваших действиях. О ваших действиях. Ну, вам поможет только вот именно удача. Именно шанс. В чём этот шанс будет состоять? Ну, сложно сказать, сложно сказать. Но дело будет двигаться медленно. Может быть, знаете, может быть, кто-то подвернётся вам в помощь. Может быть, обстоятельства так начнут складываться, что появится просвет. Как говорится, свет в конце туннеля. Может быть, вы какой-то способ найдёте, рецепт найдёте. Если вот особенно кто здоровьем, по здоровью, если вопрос, то туда. Может быть, вам нужен доктор. То есть через какое-то время вам попадётся именно тот доктор, который вам сделает диагноз, правильный диагноз поставит и назначит правильное лечение. Либо вы наткнётесь на какой-то рецепт из той же нетрадиционной медицины. Вполне возможно. И процесс сдвинется. Процесс сдвинется. На работе, если вопрос касается работы или каких-то там спорных вопросов, очень спорных вопросов, ну да, медленно, медленно. Но может быть какая-то появится лазейка или ситуация может проиграться по-другому. Или повернуться по-другому. И именно с этого момента у вас начнётся движение. Но это будет не скоро. Это будет не скоро. То же самое касается отношений. Отношения, отношения. Да, допустим, хотелось бы... Если это о примирении речь идёт, хочется, конечно, помириться быстро. Мечты будут об этом, о примирении. Но не так всё просто. Может быть причина в вас, что вы не идёте на какие-то уступки. Может причина в вашем партнёре, он не хочет идти на уступки. А может вы обои там что-то себе нафантазировали в голове. И это стопорит ваше примирение. То же самое касается, если кто-то хочет куда-то поехать. Тут ситуация может разрешиться в вашу пользу. Но опять же только при... Если будет элемент удачи. И если будут какие-то определённые суммы денег. Может вам будет не хватать на поездку каких-то денег. Да не только на поездку. Может на приобретение чего-то нужного, необходимого. То деньги найдутся. Деньги найдутся. Не сразу, но найдутся. Как говорится, ваши мечты сбудутся. Не быстро, но результат будет положительным. Вообще, конечно, карты не говорят ни о какой критичности. Они больше говорят, что... Процесс медленный. Но энергетический поток будет всё нарастать, нарастать, нарастать. И дело начнёт сдвигаться. Дело начнёт сдвигаться с места, как говорится. И потихоньку-потихоньку будет разрешаться ситуация. Вот как-то так, дорогие мои. Ну, давайте посмотрим четвёртый вариант. Ну, тут что-то у нас непонятки. Ладно, давайте доложим. Нет, всё, в принципе, нормально. Ну, что сказать. Ситуация непростая. Да, дорогие мои, непростая. Вполне возможно, что она упирается в финансы. Ну, и не только, может быть, финансы. Всё-таки мы тут видим больничку. Может быть, даже это касается здоровья. То есть, какие-то сомнения, какие-то тревоги. Вылечусь, не вылечусь. Пройдёт, не пройдёт. Может касаться каких-то дел неясных на работе, в бизнесе. Да всего, что хочешь. Но это будет. Это будет. Это никуда не уйдёт. Через этот этап вам нужно пройти. Но всё-таки в итоге мы видим, что дело утрясётся. Вы найдёте компромисс, если это касается отношений. Вы найдёте какой-то баланс, разрешающий вашу ситуацию, сдвигающий с места ваше дело, чтобы оно начало развиваться. Главное тут, конечно, сохранять душевное равновесие, гармонию. Как в себе, так и в отношениях, если это касается отношений. Но в итоге, в любом случае, в итоге всё закончится очень хорошо. Четвёрка Пентакли, она нам говорит, ой, извините, Четвёрка Жезлов, она говорит, что праздник, эта карта вообще праздника, дорогие мои, праздника. Может быть, даже какого-то мероприятия. Если вы собирались куда-то поехать, и вам не хватало денег, то вы поедете. Если вам не хватало денег на какое-то мероприятие, ну мало ли что, годовщину какую-то провести, то деньги у вас найдутся. Семья соберётся, если вы волновались, все ли приедут, родственники, друзья, подруги и так далее. Главное, сохранять спокойствие и умеренность, внутреннюю умеренность. Не нервничать, не переживать. Не переживать. Ну, результат положительный. Хотя не всё так просто. Вам придётся, как говорится, пройти через муки внутренних сомнений и переживаний. Обращайтесь за помощью. Пятёрка Пентакли, она, можно сказать, очень чётко говорит, просите помощи. Просите помощи. Обращайтесь именно в те инстанции или к тем людям, где вам могут и кто может вам помочь. И всё будет нормально. Не замыкайтесь. Не замыкайтесь. Вот такой получился результат по четвёртому варианту. В общем-то, все варианты очень получились благополучны. И слава Богу. Слава Богу. Вот. Ну, а мне остаётся только пожелать вам удачи. Продолжение, процветание и благополучие. Будьте счастливы. И до новых встреч на моём канале. Субтитры подогнал «Симон»!